Несмотря на то, что становление современного Азербайджана неразрывно связано с добычей нефти, наша страна является лидером в регионе по применению инновационных подходов, нацеленных на переход на зеленую энергию и вносит ощутимый вклад в борьбу с последствиями изменения климата. Азербайджан – это страна с огромным потенциалом из обновляемых источников энергии. Решение о проведении в Баку – одного из крупнейших и престижных мероприятий в мире 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. КОП-29 – прямое тому доказательство, как именно это событие сможет представить Азербайджан в роли эксперта в области экологически устойчивого развития. Подробности в нашем выпуске. Это передача «Азербайджан и ООН. Будьте к целям устойчивого развития». Меня зовут Анастасия Лаврина. Здравствуйте. Наш гость сегодня – Назим Мамедов, руководитель экологических проектов программы развития ООН. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, Анастасия. Начать я хочу с такой темы, как энергоэффективность в Азербайджане. Она становится особо критической в свете прогрессирования урбанизационной динамики, развития сельской местности. Мы знаем, что в регионах, особенно на освобожденных территориях, идет активная фаза восстановления и развития. Поэтому как это сочетается со стремлением нашей страны работать над развитием именно зеленой повестки? Энергоэффективность как концепция еще с давних времен волновала и ученых, и специалистов. Но особую актуальность эта тема приобрела в середине XX века. И этим вопросом заинтересовались не только ученые, но также специалисты, которые занимались непосредственно производством электроэнергии. И этот вопрос был поделен на сферы как в производстве, как в передаче электроэнергии на дальние расстояния. Также немаловажным аспектом в этой сфере было потребление электроэнергии. И я бы в данном контексте назвал этот вопрос не столько энергоэффективностью, а может быть даже ресурсоэффективностью. Потому что в данном случае разговор идет не только об энергетике само по себе, но и в частности о ресурсах. То есть мы в данном контексте должны рассматривать не только электроэнергию или же другие виды энергии, которые мы используем для получения электроэнергии, но также все ресурсы, которыми обладает наша страна. И очень важный аспект вашего вопроса является урбанизация. Если мы обратимся к статистике, мы уже можем заметить, что в Азербайджане более 50% населения уже проживает в городах. В Баку, в Гяндже, в Сумгаите уже проживает в общей сложности более 50% нашего населения. И с учетом этого вполне реально, что в ближайшее время мы уже будем испытывать определенную необходимость расширения использования наших энергоресурсов в городах. И это само собой вызовет какие-то другие последствия, которые непосредственно будут с этим связаны. Давайте перейдем еще к одному, я бы сказала, очень важному вопросу. Как-никак президент Азербайджанской республики Эль Хамалиев провозгласил 2024 год годом солидарности во имя зеленого мира. И, разумеется, это не случайно, что освобожденные территории как раз-таки были названы зонами зеленой энергии. Но когда мы говорим про развитие именно зеленой повестки, тут необходимо затронуть такую тему, как создание зон с нулевыми выбросами на освобожденных территориях. Как вы считаете вообще в целом, возможно ли это, на какой стадии мы сейчас и к чему можно стремиться? Я знаю, что вы работали над проектом, который как раз-таки связан с этим вопросом. Конечно же, объявление 2024 года годом солидарности во имя зеленого мира, оно само по себе является значительной вехой в истории Азербайджана. Потому что, смотрите, Азербайджан к этому шел все последние годы. Мы интенсивно развивали все, во всех сферах мы развивали цифровые технологии. Мы значительно в большей мере последние годы мы исследовали наш потенциал в зеленой энергии. И как раз в настоящее время, когда у нас есть возможность с нуля начинать работы на освобожденных территориях, это в некоторой степени хороший шанс для того, чтобы использовать на этих территориях все передовые технологии, которые мы можем перенять у развитых стран. И зеленая энергия – это одно из тех качеств, которые Азербайджан пытается реализовать. Да, безусловно. Смотрите, Азербайджан и ранее обладал всем этим потенциалом ресурсов и зеленой энергии. Но то, что глава государства в последние годы уделяет этому особое, пристальное внимание, это само по себе говорит о нашем стремлении сделать мир лучше, чище, зеленее, как это и явствует из того предложения, которое сделал господин президент. Мне вот очень интересно, я прошу прощения, вас перебью, все-таки, как изначально я отметила, Азербайджан – это страна, которая хорошо известна именно большим количеством наличия нефти и газа. Мы очень важный стратегический партнер в нефтегазовой сфере со странами Европейского Союза, на нас возлагаются большие надежды, и вот сейчас именно повестка зеленой энергии. И нигде-нибудь, мы знаем, что и в других районах, регионах Азербайджана эта тема активно сейчас продвигается, но в то же время на освобожденных территориях. То есть, позвольте, допустим, мне понять, насколько у нас преимущества в этой сфере, несмотря на то, что в нефтегазовой отрасли мы доказали себя как страну, обладающую большим потенциалом и большими возможностями. Да. Значит, расчеты, которые были проведены на тех территориях, которые обладают большим потенциалом, то есть не вся территория Азербайджана обладает таким потенциалом, но те территории, которые возможны для использования, для эксплуатации, в частности, для солнечной энергии и ветровой энергии, тот потенциал, который мы выявили благодаря этим расчетам, он позволяет нам делать активные действия в этом направлении. И принимая во внимание, что Азербайджан находится на перекрестке многих экономических и геополитических путей, у нас есть большая возможность для того, чтобы реализовать этот потенциал. Потому что для того, чтобы обеспечить все наше население, этот потенциал слишком велик. И поэтому, если вкладывать в эту сферу, то нам, естественно, нужны рынки сбыта. И с этой целью те энергетические проекты, энергетические мосты, которые создаются между Азербайджаном и другими странами, и в частности с Европой, это, естественно, сыграет очень решающую, важную роль в следующем десятилетии. И, смотрите, еще очень важный момент заключается в том, что наши потенциальные страны-потребители энергии, которые ждут от нас этой энергии, они сами приняли решение перейти на зеленую энергию. А ведь даже обсуждается сейчас возможность экспорта зеленой энергии из Азербайджана в те же самые страны Европы. И это все, я считаю, что это все не случайно. В тот момент, когда европейские страны провозгласили переход к зеленой энергии, Азербайджан заявил о себе как большой потенциальный производитель этой энергии. Решение о том, что это главное такое, я бы сказала, событие года пройдет именно в нашей стране, в Азербайджане, доказало и показало, что Азербайджан в мировом сообществе принимает как важного партнера именно в области развития возобновляемых источников энергии. Ваше мнение, как именно это мероприятие, проведение КОВ-29 в Баку, сможет показать Азербайджан в роли эксперта в области экологически устойчивого развития? – Да, это, конечно же, очень интересный вопрос. И, как вы правильно отметили, этот вопрос интересует в настоящее время многих. И как внутри страны экспертов, и также экспертов за пределами нашей страны. Потому что до последнего времени Азербайджан позиционировал себя как страна-производитель ископаемых видов энергии. И то, что мы за последние годы смогли продемонстрировать свою, во-первых, волю и свое стремление к тому, что мы хотим шагать в ногу с теми передовыми странами, которые отдают предпочтение новым технологиям, зеленым технологиям, – это показало Азербайджан перед всем миром совсем с другого ракурса. На последней конференции, проведенной в Дубае, получил возможность проведения следующей конференции в Азербайджане. Это еще раз продемонстрировало стремление и волю Азербайджана, во-первых, к расширению сотрудничества со всеми региональными и за пределами нашего региона странами. Продемонстрировало волю Азербайджана в использовании новых технологий, также и, в том числе, безусловно, и зеленых технологий. И Азербайджан, считаю, продемонстрировал себя как очень позитивный и благополучный партнер во всех проектах, в которых он участвует. И считаю, что, допустим, если на последней конференции в Дубае не удалось решить все вопросы, которые были поставлены, в том числе по рынку углеродов, то, возможно, на конференции, которая пройдет в Баку, этот вопрос будет поставлен и он будет решен. Потому что в последнее время вопрос по рынкам углеродов, по климатическому финансированию, по гендерным вопросам в энергетике, по инновационным технологиям. Эти вопросы остро встают на сегодняшний день перед и учеными, и специалистами. И Азербайджан, безусловно, в этом вопросе занимает не последнее место. Я считаю, что также поднимался вопрос относительно разницы между странами, которые являются производителями ископаемого топлива, и странами, которые используют только зеленую энергию. Я считаю, что у Азербайджана будет прекрасная возможность продемонстрировать себя еще и в сфере посредника между этими противоположными течениями. И Азербайджан, как страна, которая до сегодняшнего дня отдавала предпочтение, нам в этом давала возможность наш потенциал, имеющийся в области ископаемого топлива. Сегодня мы, демонстрируя наши возможности в зеленой энергии, мы демонстрируем всем нашим партнерам, что при наличии таких больших запасов, мы, тем не менее, те средства, которые мы получаем от ископаемого топлива, мы это инвестируем в зеленую энергию. Хотя нас, как бы сказать, ничто к этому не заставляло. Несомненно. Вот как раз таки продолжая тему проведения этого мероприятия, КОП-29, мы можем представить, что там будет организовано очень много панельных дискуссий, где эксперты из разных сфер деятельности и политики в том числе будут делиться опытом, будут стараться представить какие-то идеи, рассказать о том, что уже было сделано, и продумать дальнейшую повестку в каких-то аспектах даже совместных действий. Вот когда мы говорим про нашу страну, про Азербайджан, что на ваш взгляд, на чем на ваш взгляд Азербайджан должен концентрировать свое внимание, когда будет проходить это мероприятие? Угу. Смотрите, вот недавно, как вы знаете, проходила 28-я конференция в Дубае. Азербайджан был на этой конференции представлен очень интересным павильоном. Павильон был организован на очень высоком уровне, и буквально все новаторские идеи, новаторские технологии были использованы в нашем павильоне для того, чтобы продемонстрировать гостям и посетителям нашего павильона. А я, так как сам участвовал в КОПе, я видел, какой был интерес к нашему павильону. Там даже был павильон, в павильоне, как раз таки, представлен и анамо, процесс разминирования на особо-середине. Да, совершенно верно. И наш павильон действительно привлек очень большое внимание и способствовал большому интересу посетителей. И, значит, Азербайджану здесь, даже на самом павильоне, удалось продемонстрировать, во-первых, свой энергетический потенциал, потенциал в зеленой энергетике именно, и также экологическую ситуацию в Азербайджане и возможности Азербайджана. Это было действительно очень интересно. И я считаю, что, конечно, в настоящее время, пока только у нас идут организационные вопросы по подготовке КОПу-29, наверное, сейчас сложно составить, какие панельные дискуссии будут проведены в Азербайджане, какие вопросы будут поставлены и так далее. Но, безусловно, так как Азербайджан является в некоторых проектах источником этих проектов, некоторым хабом для этих экономических, энергетических, транспортных путей и так далее, думаю, что, безусловно, экологическая составляющая этих проектов будет рассмотрена на этой конференции. Вполне возможно, что будут рассмотрены вопросы по трансграничным рекам, так как Азербайджан является страной, которая все водные ресурсы, которые мы используем, они все формируются за пределами Азербайджана. Потому что этот вопрос особенно важен для нас, для Азербайджана самого. Считаю, что вопросы воды в целом, так как... Очень актуальные вопросы сейчас. Вопросы по сохранению энергии. Есть такие новаторские технологии, которые позволяют сохранять определенное время произведенную электроэнергию, если нет необходимости ее использования в настоящее время. Есть вопросы климатического финансирования. Этот вопрос очень актуален в настоящее время. Я уверен, что этот вопрос на нашей конференции будет затронут. И также, безусловно, по рынкам, как я уже до этого отметил, по рынкам углеродов. И как вы знаете, недавно Азербайджан с Абудаби подписал контракт по совместному финансированию в общей сумме около 1 миллиарда. Я уверен, что наверняка в рамках КОПа, проведенного в Баку, будет поднят вопрос о создании фонда углеродов. Интересно. Действительно. Перед нашей передачей мне довелось ознакомиться с некоторыми проектами, над которыми работает программа развития Организации Объединенных Наций. Мы знаем о большом количестве проектов. Но, в частности, мое внимание привлекли два из них, о которых я бы хотела с вами сегодня тоже поговорить. Например, проект, реализуемый ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии, который рассчитан на снижение энергопотребления, на примере Кянджи и Барды. Расскажите нам немного более подробно об этом. Я хотел бы отдельно поблагодарить и правительство Японии, и, в частности, посольство Японии в Азербайджане за ту помощь, за ту поддержку, которую они оказали в реализации этого проекта. Помощь была и финансовая, и техническая. И это очень важно было видеть, как то население, которое получало эти удобства благодаря этому проекту, как они радовались этому проекту, его результатам. Значит, проект, он рассчитан был на год. И в течение этого года у нас была возможность внедрения, опять же, инновационных передовых технологий в области энергоэффективности. И нами были выбраны два объекта. Один из них, оба были социальные объекты, безусловно. Один из них – это жилой дом, где проживали беженцы из оккупированных территорий. А другой объект – это была средняя школа. И средняя школа находится в достаточно большом расстоянии от районного центра Берде. Там получают образование примерно около 600 детей. И те условия, которые мы отметили, когда анализировали проект, когда выбирали объект для внедрения проекта, эти условия нас, конечно, мягко говоря, удивили. Они были очень тяжелые. И мы решили остановиться именно на этой школе. Значит, здесь для получения освещения этого здания мы использовали солнечные технологии, солнечную энергию. Здание было приведено, по концепции энергосбережения, оно было приведено в то состояние, которое можно расценивать, как, в настоящий момент, можно расценивать, как хорошего качества. Так как в школе была установлена система центрального отопления, были заменены и окна, и двери в классах на энергосберегающие. И в настоящее время, значит, дети, которые обучаются в этой школе, они получают образование в тех условиях, которые они в действительности заслуживают. Другой объект, который я хотел бы отметить, тоже в рамках этого проекта, это было жилое здание, и в нем проживает, в 62 квартирах проживает 260 человек. И в здании тоже было, значит, установлено отдельное бойлерное, и здание получило, значит, централизованное отопление, и со всеми вытекающими отсюда, то есть, условиями проживания. Проект был действительно очень интересный, и, знаете, во всех этих проектах есть одна очень важная составляющая. Этот проект, он, являясь как бы улучшением условий для людей, которые там проживают, он еще и является как бы показательным. То есть, эти проекты можно повторять в регионах, в других городах. То есть, это дает возможность местным органам самоуправления делать аналогичные шаги для улучшения жизни населения. Несомненно. Ну и последний мой вопрос к вам про другой проект, если я его правильно произношу, НАМА, это совместный проект про ООН, и он был реализован в сотрудничестве с ОКАР. Было организовано несколько практических семинаров и тренингов для повышения осведомленности общественности, а также обмена знаниями в области энергоэффективности. Насколько успешным был этот проект, и, в частности, насколько вот такая просветительская работа приводит к желаемому результату? Да. Знаете, этот проект, он был по своим масштабам, он, конечно, был больше того предыдущего, о котором я говорил. И он и по срокам исполнения он тоже был намного больше. Что было важным в этом проекте, сделать его демонстрационным именно в компании СУКАР, которая является компанией, которая работает в области нефтегазодобычи. Это было характерно, что именно та компания, которая работает в этой области, она приняла на себя такую активную вовлеченность в этот проект, и поддерживала нас, и мы успешно закончили проект. В рамках этого проекта было исполнение нескольких компонентов. Это была энергоэффективность в социальных зданиях, энергоэффективность на транспорте, и внедрение энергоэффективных технологий в области нефтегазодобычи. В чем заключалось? Первое, мы получили возможность внедрить энергоэффективные технологии в зданиях, что позволило нам сократить энергопотребление в этих зданиях на 35%. Это было большое достижение. Те технологии, которые мы использовали в транспортной инфраструктуре СУКРА, это позволило нам сократить потребление топлива примерно на 8-10%. Одновременно с этими технологиями для автомобилей мы также применили установку оборудования по эковождению. Это позволило в течение года, то есть каждый год, тысячи водителей СУКРА имели возможность пройти тренинг на этом оборудовании и, соответственно, улучшить свои водительские качества и использовать автомобиль так, чтобы выбросы в атмосферу сократились. Это стало возможным благодаря этим технологиям. И последнее, то, что было установлено оборудование по сбору попутного газа, который, как вы знаете, выбрасывается в атмосферу во время добычи нефти, это позволило нам собрать примерно около 7 миллионов кубометров газа, из которого 4,5 миллиона кубометров – это был метан. И благодаря этому оборудованию у нас была возможность обеспечить население горного района на связание газом в течение всего года – и зимой, и летом. И это, безусловно, с другой стороны, дало нам возможность сократить вырубку лесов, так как люди для обогрева и для приготовления питания использовали древесину. Вы, реализовав этот проект, затронули сразу несколько целей устойчивого развития ООН, а мы все знаем, что они взаимосвязаны. И лишь совместно, поступательно, реализуя их в отдельности, мы придем к конкретному результату, то, о чем говорят все страны, и к чему стремятся реализовать и достигнуть до 2030 года. Анатемия Алим, очень интересная беседа у нас с вами получилась. Спасибо вам большое. К сожалению, к огромному сожалению, эфирное время подходит к концу, но я уверена, что в этом году тема «Зеленая энергия» будет обсуждаться все чаще и чаще. Спасибо большое. Безусловно. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, в эфире телеканала CBC была передача «Азербайджан и ООН на пути к целям устойчивого развития». Меня зовут Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. Субтитры подогнали Симон.